Прогулочный теплоход теперь отправляется не с Кремлевской набережной. Из-за обмеления трубежа его точку старта перенесли чуть дальше. Туда, где глубина дна позволяет плавать судно. Благоустройство самой набережной также оставляет желать лучшего, говорят местные жители. Когда-то широкая река сейчас превратилась в небольшой ручеек. Ну здесь всегда разливается, в этом году что-то измельчилось, все. Всегда была вода, в том году вот ходили, всегда воды много было. А в этом году или она засоряется, ее чистить надо. Как рассказывали раньше, она была полнородная, речушка была большая, в принципе. Вот это даже местные жители знают, кто здесь долго живет, давно совсем еще с советских времен. Ну что могу сказать, в последнее время река запустения, то есть река грязная, заросшая. Местные жители рассказали, что раньше трубеж чистили каждый год в октябре. Правда закончили это делать еще в начале 90-х. С тех пор, говорят, река и пришла в такое состояние. На очередной пресс-конференции с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, главе региона, задали вопрос и про обмельчавшую трубеж. Обратились в Министерство транспорта Российской Федерации с предложением о включении реки Трубеж, там протяженность порядка двух километров от устья до реки Океев, в перечне участков внутренних водных путей, как раз с гарантированными глубинами судов, это 150 сантиметров гарантированная глубина, так называемая, но там, где уже вкладываются деньги. И выделение денежных средств как раз на проведение дноуглубительных работ силами наших партнеров, в данном случае, филиалов канала имени Москвы. Пока вопрос находится на стадии рассмотрения. Николай Любимов отметил, что это в интересах не только Рязани, но и других регионов, которые находятся в бассейне Волги. Вот только усложняет ситуацию обмеление Океев. Глава региона добавил, что Окаи и притоки Волги не включены в спецпроект «Экология по развитию судоходства». Если в прошлом году планировали определенное количество судов, которые могли дойти до Касимова, то сейчас по глубине реки они не могут добраться и до Константинова. Правда, для решения этого вопроса необходимо большое количество финансов. Губернатор уверил, что сейчас занимается проблемой реки Трубеж. Трубеж, конечно, нам стоит будет этим заниматься, в том числе и благоустройством берегов, не только углубительными работами, но и устройством берегов. Ну и, кстати, причальные, в данном случае новые возможности у нас должны появиться, новый инвестор, Коломенский порт. Они должны, ну не на Трубеже пока, а там, где это возможно, в силу причин как раз обмеления, они тоже должны будут новый причал организовать для того, чтобы можно было пользоваться рекой Акой в тех объемах, в которых это пока возможно. Кроме того, Николай Любимов добавил, что благоустройство Трубежа и Кремлевской набережной будет делаться, невзирая на глубину реки. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».